Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор 48-летнему Алексею Назарову, обвиняемому в убийстве, покушении на убийство двух или более лиц, а также умышленном повреждении чужого имущества. Как установило следствие, летом 2011 года между участниками двух противоборствующих преступных группировок Седьмовский и Первомайский произошел конфликт, разрешить который Седьмовские решили расстрелом своих неприятелей. Но под огнем оказались совершенно невинные люди, непричастные к конфликту. От огнестрельных ранений тогда скончался несовершеннолетний подросток. Станислав Яковлев из зала суда. Подсудимый не проронил ни слова. О том, что его приговорят к длительному лишению свободы, знал. Суд присяжных до этого признал его виновным во всем, что ему не корминировало следствие. Сегодня судья, исходя из его виновности, решает, какое наказание он понесет. Назаров задержан в 22 октября 2019 года. Он больше 8 лет находился в розыске. За это время несколько активных участников группировки уже выслушали приговор. Суду доказали, что летом 2011 года между Седьмовскими и Первомайскими разгорелся конфликт. Были избиения членов противоборствующих группировок. И 4 июня, ожидая ответного шага, пятеро участников группировки, в том числе и Алексей Назаров, вооруженный оружием, устроили на неприятелей засаду во дворах на проспекте Победы. Когда во двор заехала Лада Приора, они подумали, что там Первомайские и открыли огонь. Назаров, находясь в районе домов 68-70 по проспекту Победы Борт-Казани, произвел наименение трех выстрелов из охотничьего ружья ТОС-106. В машине находились 4 человека, 18-летний водитель и трое несовершеннолетних подростков. К конфликту группировок они отношения не имели и оказались случайными жертвами. Водитель постарался уехать из-под обстрела. Двое пассажиров получили огнестрельное ранение. Один из них позднее скончался в больнице. В дальнейшем трое участников нападения были задержаны. Суд над ними был в 2013 году. Один дочерпор в розыске. Адвокаты уверяют, Алексея Назарова никто не искал. Все это время он жил вместе со своей семьей. Больше 20 свидетелей, соседей, которые проживали непосредственно в этом поселке. Если бы необходимость была, там, наверное, сотни людей пришли бы, что он все эти годы проживал по месту жительства с родственниками. Все его в этом поселке видели. Но суд решил, что соседи, друзья и родственники – люди заинтересованные. И их слова не дают основания полагать, что в розыске он не находился. Тем более, что были и косвенные доказательства обратного. Сам подсудимый все время следствия утверждал, что не виновен и никого не убивал. Защита подсудимого подчеркивает, что единого мнения у присяжных не было. Голоса присяжных разделились за его невиновность и непричастность. Высказалось три человека, а виновности проголосовало за виновность пять. Если бы еще один человек проголосовал за невиновность, он был бы оправдан и отпущен прямо из зала суда. Но присяжные решили, что он виновен, при этом заслуживает снисхождения. И суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. С ограничением свободы на полтора года. Кроме того, Алексей Назаров должен будет выплатить миллион рублей в качестве компенсации семье погибшего подростка. Еще 400 тысяч пострадавшему. Государственное обвинение предлагало назначить подсудимого наказания в виде лишения свободы на 17 лет. Тоже с ограничением свободы на полтора года. Но обжаловать приговор мы не будем, поскольку он справедлив. Защита же приговор намерена обжаловать. Адвокаты усомнились в обоснованности замены в ходе процесса двух заседателей из основного состава присяжных.